Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Меня не было очень давно на канале, но это не потому, что мне просто было лень снимать для вас контент. Кто подписан на меня в инстаграме, те наверняка в курсе от того, что происходит в моей жизни, как много дел я проделала. Естественно, вчера были поминки бабушки, прошел ровно год с момента ее смерти. Честно, этот год прошел очень-очень быстро, столько всего произошло за этот год. И мероприятие на самом деле было очень масштабным, и провести его было физически очень сложно, потому что много людей, кому-то надо отнести чай, нарезать салат, приготовить все. Поэтому чисто физически это было сделать очень сложно. Мы были на кладбище, я вам все это снимала, но, наверное, этот влог выйдет чуть-чуть попозже, возможно, даже завтра. Я заранее извиняюсь за вот эти посторонние звуки, я не знаю, вам слышно или нет, я специально сижу и снимаю в комнате в самой угловой, чтобы не было слышно, потому что сейчас у соседей работает техника, она открывает орехи, чтобы это не делать вручную. В общем, очень интересное мероприятие происходит там, и очень сильно слышно здесь. Я реально сама очень соскучилась по съемке милбанков, по съемке влогов, но просто чисто физически я не могла себе это позволить, потому что очень много было дел. И еще должна признаться, конечно, вам, естественно, ютуберы в этом плане выигрывают, выиграют в плане того, что мы можем вообще ничего не делать, не снимать контент, но при этом получать заработную плату. Так как старые видео крутятся, и когда новых видео не выходит, естественно, аудитория скучает, за что я вам безумно благодарна, и люди начинают смотреть твои старые ролики, и тем самым, даже если ты не снимаешь контент, ты все равно зарабатываешь деньги, и это безумно приятно. Естественно, на других работах такое не прокатывает, но это не значит, что надо наглеть, поэтому с сегодняшнего дня я решила снимать контент для вас. Плюс еще я в городе, у меня очень много работы, в общем, я смотрю в инстаграме, у людей такая, знаете, беззаботная жизнь, люди отдыхают, там виллы всякие, я такая, знаете, вся в поту. Вам подробно обязательно расскажу о мукбанке, как мы собирали орехи, как все это происходит, как набирается команда, сколько все стоит, сколько получает каждый работник. В общем, вот эти вот интересные моменты. Мне на самом деле было реально очень интересно этим всем заниматься. Я была в качестве такого бухгалтера, который рассчитывала процент собранного урожая каждого работника. Поэтому, честно, было очень интересно, занимательно, новый какой-то экспириенс в моей жизни. Да и поминки, и все эти мероприятия тоже, кстати, в моей жизни были впервой, но теперь я знаю все традиции, я знаю, как что делается, и от этого тоже есть огромный плюс. Это все опыт. Сегодня мы наконец-то едем в город, как я планировала, я сажусь в машину, включаю мака на асфальт 8 и еду в город, потому что здесь, в принципе, больше делать нечего. Как только я перестала снимать, так сразу шум тоже сошел на нет, но я вам просто наглядно хочу показать, что же делает эта машина. Не знаю, насколько вам будет это интересно, но в любом случае. В общем, орехи, они бывают вот в таком состоянии, и можно вручную их вот так вот перебирать, отделять кожуру от непосредственно ореха. Но есть специализированные машины, которые это делают самостоятельно, без рук человека. Вот как раз у нас соседи привезли, или как сказать, заказали эту машину. Вот, отделяют кожуру от орехов. Как происходит оплата услуг этой машины? На 100 килограмм товара, 3 килограмм машина забирает себе. То есть, вы просто теряете в весе вашего товара, но ничего не платите за то, чтобы вам это открыли. Конечно, можно это делать вручную, за просмотром ютубчика, вот так вот, но когда орехов очень много, речь идет о тоннах, естественно, никто это вручную делать не будет. Хотя ничего сложного в этом нет. Смотрите, вот так вот я отделяю орехи от кожуры. Вообще, зимой орехи стоят значительно дороже, раза где-то в 4 дороже, чем они стоят сейчас. И понятное дело, что выгодно их продавать не сейчас. Но нам просто некогда этим заниматься, их нужно обязательно высушить, отделить. А мы вот продавали вот в таком состоянии. Естественно, дешево, но без особых заморочек, как говорится. Очень, конечно, жаль, что я не успела. Когда я вам снимала как раз-таки начало видео, я думала потом пойти к ним во двор и попросить поснимать, как это все происходит, потому что это происходит очень интересно. Но пока я снимала начало, хотя я сняла с первого дубля, как всегда, и я спустилась, я вижу, что уже этой машины нет. И шума, кстати, тоже. Но да ладно, вы, в принципе, в интернете тоже можете посмотреть, как это все происходит, если вам интересно. А вообще, местные жители сейчас, естественно, орехи никто не продает. Все продают зимой, когда орехи стоят дорого. Словно говоря, все свои орехи они делят на месяца, и каждый месяц или через 2-3, когда им нужны деньги, они просто продают орехи и живут на эти деньги всю зиму. Но так как мы едем в город, в принципе, с этим возиться особо желания нет, мы все продали сразу. И оставили вот это чисто себе, там тете мешок, который я сегодня отвезу родственникам и всем-всем-всем. И еще многие ошибочно предполагают, что люди здесь стоят на рынке и продают свои орехи. Понятное дело, что нет, здесь очень много всяких цехов, в которые просто орехи оптом сдаются. Эти орехи, они обрабатываются и потом продаются опять же оптом во всякие фабрики по производству шоколада, конфет и так далее. В этом плане, кстати, все очень просто. Эх, не успела я, вот вечно я такой тормоз, никогда не могу поймать кадр. Вроде блогер, но нормально ничего запечатлеть никогда не получается. Вот здесь стояла эта машина, и вот это мусор, который остался. Я типа такой эксперт, показываю вам как что, но сама разобраться не могу, что к чему. В общем, смотрите, вот это чисто кожура от орехов. Все, это не нужно, это все на выброс идет. Машина сделала свою работу и уехала, и забрала часть. То есть от 100 килограмм, 3 килограмм машина забирает себе. Зашла, кстати, к соседям, спросила, ну что, они закончили свою работу? Они сказали, что, к сожалению, да, но машина поехала к другим соседям, которые находятся в самом конце нашей улицы. Мне, честно, стыдно идти за машиной с камерой. А вообще фундук я просто ненавижу. Я не знаю, это, наверное, связано с тем, что всю жизнь, с самого детства я видела его везде абсолютно. Я, например, люблю миндаль, кешью, все остальные орехи, но только не фундук. Он уже вот здесь. Вот это дерево, кстати, мы не собрали еще. Это оно у нас прямо во дворе стоит, где у нас вода. Вчера были поминки, как я вам уже говорила. И вот дядя с тетей привезли очень вкусные конфеты, мне они настолько понравились. Я маме говорю, надо найти здесь магазинов, где продаются эти конфеты. Они невероятно вкусные. Правда, еще вот такие конфеты с чаем. Все класс. Такой вот мармелад. Здесь килограмм. Но мне больше всего понравились вот эти конфеты. Это чисто себе захомячить. Внутри, знаете, такой нежный мармелад или что-то наподобие. Вещи я, кстати, все уже собрала. И собрала еще до мероприятия, до поминок. Я просто думала, что мы уедем вместе с моим братом. Он уехал прям 13-го. Я прям должна была поехать за ним. Но он едет очень-очень быстро, а я как тормоз. Поэтому ехать друг за дружкой у нас все равно бы не получилось. Поэтому я решила уже двигаться на следующий день. Смотрите, что я вам покажу. Я не знаю, я вам показывала до этого или нет. Но вот этого петуха шила я сама. Я ходила на шитье. И вот такой классный петушок у меня получился. С ним, кстати, связаны не только положительные, но и отрицательные эмоции. Дело в том, что для шитья этого петуха я купила 2 метра оранжевой ткани. Вот такой ткани. Специализированные ткани для игрушек. Кружок, в который я ходила, там были бесплатные кусочки вот этого вот материала. То есть там было мешками очень много кусочков, которые нам давало государство. Из какого-то завода по производству игрушек там оставалось очень много кусочков. И эти кусочки переходили нам для детей, чтобы мы шили. И, в общем, суть заключалась в том, что 2 метра ткани, которые я купила за собственные деньги, отдали другой девочке, внучке нашего преподавателя. И она шила из целого, а я шила из кусочков бесплатных. И вот у меня возникал просто один вопрос. Зачем я тогда купила эту ткань, если все равно я буду шить из бесплатных кусочков, которые есть у нас уже в кружке и дают совсем абсолютно бесплатно. Поэтому вот этого петуха я полностью шила из кусочков, а из моего материала шила другая девочка, и она шила собачку. Точь-в-точь вот такую собачку, только оранжевую. Мне было реально очень обидно. Но, с другой стороны, я понимала, что для петуха нужны разные цвета, а у меня материал только оранжевый и целиком. Сначала нужно соединить эти кусочки. Правда, там волосы, и совершенно не видно, что он сшит из кусочков. Но это реально был огромный труд сшивать эти кусочки. И немного было даже обидно за то, что ты купила материал, и этим материалом пользуется девочка, которая сидит рядом с тобой. Как-то, не знаю, морально это было очень непонятное ощущение, честно. И самое главное, это делалось для выставки. Ее пузель выглядел очень красиво, но победу дали мне. Так что правда все равно в конце восторжествовала. Так что я победитель по жизни. Забираем мой косметоз. Очки сюда же. Этот органайзер, он очень удобен. Главное не забыть зарядку от телефона. Дурачок даже не подозревает, что мы едем в город. Нашел себе тенечек, и вот лежит под машиной. Последние штрихи. Думаем, что же я забыла, что нет. Вроде как все взяла. Еще разок перепроверяю. Так, мои телефоны, это естественно, их я никогда не забуду. Посидим на дорожку. Я так долго не снимала, что мне столько всего хочется вам рассказать. Когда каждый день я снимаю мукбанки, я вам рассказываю какие-то моменты из жизни, что у меня произошло и так далее. А 15 дней ничего не снимала. Понятное дело, у меня внутри просто все кипит. Хочется все прямо вам рассказать, как что было. Хотя, возможно, вам даже не интересно, но мне все равно хочется вам это рассказать. В общем, позавчера я почувствовала на собственной шкуре, как же круто быть блогером. В том плане, что мы снимаем каждый свой шаг. И это, кстати, порой даже помогает. Особенно истории в инстаграме. Что произошло два дня назад. Сидим мы, значит, с другом детства. Мы в последнее время постоянно ужинаем вместе. Я что-то готовлю. Он приходит, мы с ним кушаем, мы чем-то болтаем и так далее. В общем, мы сидим. Я вот сделала вот так вот и ощутила, что у меня нет сережки. У меня резко такая панька. Ааа, нет сережки. Причем эти сережки я просто обожаю. Они вроде небольшого веса. Это не бриллианты, но, несмотря на все это, я их просто обожаю. Прям мои любимые сережки из магазина Sunlight. У них очень крутая застежка. С ними очень удобно спать. Да и просто, не знаю почему, просто я их очень люблю. И вот кольцо тоже из Sunlight. Я его с удовольствием ношу. Мне очень нравится. Оно очень удобное. Такое, знаете, изящное, красивое. Так вот, я ощущаю, что сережки у меня нет. У меня паника. Потому что в этот день я просто... Где только я не была. И в поле была, и в магазин ездила, и за продуктами, и в город. И, а там есть Мула, как это по-русски, не знаю, священник. У вас священник, у нас Мула. В общем, за ней тоже я ехала к ней домой. В общем, где только я в этот день не была. И за мясом гоняла. Я думаю, где же я потеряла эту сережку. И как вы думаете, что мне помогло? Я сначала просто как дура бежала из стороны в сторону. И пыталась найти свою сережку. Такая, знаете, ходила по траве. И думала, где же она, моя родненькая сережка. Это вот эта вот была, дисклеймер, и я ее уже нашла. И вдруг мне в голову пришла идея посмотреть свои истории. И вот когда я просматривала свои истории, я заметила, в какой именно момент у меня уже нет сережки. Я поняла, где я ее потеряла. Это было настолько удобно. Я прям как Sherlock Holmes смотрела свои истории и думала, где же есть сережка, а где-то нет. И в тот день я снимала истории с собранными волосами, поэтому было видно, что сережка на месте. А потом она в какой-то момент исчезает, и я понимаю, где именно она потерялась. И, в общем, я ее нашла, надела. И, кстати, со мной это не впервые. Однажды то же самое было с кольцом, когда мы еще дружили с моей подружкой. Вот. Я смотрела ее истории, смотрела свои истории, в конце я нашла свое кольцо. Так что Инстаграм все-таки помогает. Обязательно подписывайтесь. Кстати, все свои истории, ну, наверное, не все прям какие-то интересные я буду сохранять в актуальном. Поэтому вы, если даже пропустили эти все моменты, вы можете сейчас подписаться и просмотреть это все. И приезжаем сюда с полным багажником и уезжаем тоже. Купили еще вот такие помидоры по 50 копеек за килограмм. Будем, наверное, солить, потому что здесь много. Орехи, мои вещи, ринглайз, все остальное. Там ноутбук я уже поместила в салон. И самое главное, чтобы в этот момент не потерялся твиксик. Мамина счастье тут. От жары уже не знаю, что сделать. Но он просто частенько идет в гости к соседям и пропадает на несколько часов. Бублик Муамин. Сына, пока ты вялый. Погнали. Ой, ты что мою камеру уронил? Очень не получился. Дмитрий. Ну что, до свидания, нищета, да здравствует прекрасная жизнь. Кстати, сегодня у нас развалился туалет. Это было вообще жесть. Обойдемся без ярких подробностей. Самое главное, пострадавших нет. Как я вам говорила в инстаграме, сейчас должен звучать Макан. Но оказывается, Макан только на этом телефоне. Здесь я не успела его скачать, а уже надо ехать. Поэтому казахский вайс. Мне нравится эта песня. Мои карманы рвутся. Купюры крутятся, 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 крутятся. Трикс! Сына, ты будешь ныть, мама тебя в следующий раз заставит дома. И никуда больше с собой не возьмет. Так что хватит ныть. Ну что, слава богу, я доехала. Все прекрасно. Просто единственный момент, я так классно припарковалась, что я здесь прям выйти не могу. Вот так прекрасно выглядит у нас прихожая. Смотрите, сколько вещей. Я, честно, настолько задралась таскать вещи туда, потом возвращать их обратно. И, кстати, Твиксик порвал свою переноску. Сейчас вам покажу. Вот, и вылезать сюда. Сына думает, что мы миллионеры просто. Теперь надо ему новую переноску купить или как-нибудь эту зашить. В общем, столько всего. Кстати, я только что заплатила за интернет. И буквально через минуту мне его включили. Вы знаете, почему я удивляюсь? У меня раньше был Баки Телеком. И мне приходилось до 24 часов ждать, пока интернет включат, пока они увидят мою оплату и так далее. На полпути я вспомнила, что я забыла заплатить за интернет. Я начала переживать. Говорю маме, блин, интернета не будет. Наверное, до следующего дня придется ждать. Я так хотела загрузить видео и так далее. Пришла домой, прикинь, мам, заплатила. И где-то через 2-3 минуты, ну, буквально вот 2 минуты прошло. И сразу включили интернет. Кондиционер мой любименький, мой родненький. Как я по тебе скучала. Все, я не ногой отсюда. По-хорошему надо сейчас искупаться. Но для начала, первым делом, я хочу разобрать все вещи. Все принадлежности для маникюра складываю обратно в эти ящики. И не забываем подкрепиться. Здесь у нас чай, который я только что заварила. Очень вкусный, ароматный. Я уже, кстати, покушала. Это такой небольшой перекус. Мой любимый нектарин. И конфеты, в которые я просто влюбилась. Сейчас попью чаек, посмотрю ютубчик и продолжу заниматься своими делами. Я просто жить не могу без моего любимого ютубчика. И уже подъезжая к дому, я вспомнила, что я не заплатилась за интернет. И боялась, что интернет мне включат только завтра. Но, слава богу, буквально минута, и мне все включили. Наконец-то я искупалась. И мне только что позвонили. Позвонил комендант моей квартиры и сказал, что вы затопили соседей снизу. Я сказала, что я в этой квартире не живу. Живет девочка, позвоните ей. Она оказалась на работе. И сейчас она едет на квартиру. Я спрашиваю у коменданта, там что-то серьезное. Он сказал, да, там прям все течет, все затекло. Я говорю, ну бывает. Что я могу сказать? И он такой, типа, вы такая спокойная. А что мне делать, собственно говоря? Вот что мне делать? Я не понимаю людей, истеричек, честно. Вот что произошло, то произошло. Чем я могу помочь? Ничем абсолютно. А-а-а! Вот так, что ли, надо? Ужас, короче. Вроде не сильно отросли ноготочки, но мне так хочется их переделать и сделать френч. С белым камуфляжем, белой подложкой. Такой нежненький квадрат. Недлинные ногти хочу сделать. Но, наверное, уже не сегодня. Сегодня я уже, наверное, буду с вами прощаться. Огромное спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Я просто очень хочу быстренько его закинуть. Поэтому, наверное, дальше снимать уже не буду. Очень давно не было материала на моем канале. Так что, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем! Субтитры сделал DimaTorzok